Бокер Тов, доброе утро! У нас сегодня второй урок понедельной главы Торы. Ваягель. Написано в Ваягель, что Маше сказал всем принести приношение от всего сердца. Кто того пожелает? И нужно принести нам голубую шерсть, багряницу, червеницу и лен, и козью шерсть, и шкуры бараньи, покрашенные в красный цвет, и шкуры тахашей, и дерево шитим, естественно золото, серебро и медь, драгоценные камни, вставляемые в Эфот и в Хошен. Буквально все, что нужно для этого, и масло для миноры, масло для помазания, и благовония для этого нужно было принести, и хлеб нужно было принести, масло надо было принести, оливковое. Все, что касалось двора и храма. И все собирали от всего сердца данное приношение. Вожди хотели сами, главы колен решили, что если они как праведники, которых избрал народ, принесут эти приношения, то это будет более угодно Всевышнему, что от праведника будет и хороший результат. Но Всевышний сказал, что всех, кто того пожелает. Тогда вожди решили то, что не собирает народ, мы дадим. Но не тут-то было. Народ за два дня принес больше, чем нужно. И осталось вождям колен только принести драгоценные камни, вставляемые в Эфот и в Хошен. Все, что они смогли успеть. Потому что народ чрезвычайно собрался и принес все, что только возможно. И сделали сам шатер, который состоит из балок. Таких балок у нас 48. Они как буква П русская располагаются. И принесли столбы, которые стоят в шатре, которые служат креплением для завесы, которая деляет святилища от святая святых. И это 4 столба и 5 столбов, на которых крепится балок при входе в шатер. И спряли козью шерсть, и спряли потолок из лобой шерсти, пограничили церезно, скрученных в месте. И шкуры барани, и шкуры тахашей на 4 покрытия. И сделали, естественно, ковчег. И сделали крышку ковчега. И сделали маленький жертвник. Сделали минору, сделали стол с хлебами предложения. Сделали умывальник, сделали большой жертвник. Сделали двор, который был из льняного полотна. На столбах он стоял, покрытых серебром. А низ был из меди. Это все сделали подножия самого храма. Были серебряные. Столбы были покрыты золотом, которые в них вставлялись. Только на входе были медные подножия и 5 столбов, покрытых золотом, оббитых нитями золотыми. Теперь у нас есть потолок с вышедшими на нем кругами, золотыми крючками. Есть у нас завеса, в которой тоже вытканы кругы по ней. Есть у нас полок при входе в храм. Это такая завеса. И у ней же вышиты по ней кругы, не вытканы. И также полок при входе во двор. На ней было все вышито, не выткано. То есть чем дальше от шатра, тем работа получалась более проще. Вот так вот. В общем, эта красота вся неимоверная. Это все сделали. Пишется, что выполнили все, что сказал Всевышний. Именно выполнили те люди, у которых, когда было сердце склонно, Всевышний подарил им особую мудрость. Они все это выполнили. И теперь у нас есть готовый храм. Только его нужно будет собрать. Ну, мы знаем, что это мы будем разбирать дальше уже в дальнейшем главе. Это уже четвертая глава, где мы изучаем строение храма. Наши мудрецы говорят, что, казалось бы, нам нет для чего это вообще изучать сейчас. Храма нет переносного, мы не в пустыне, нам не для чего. Но нет. Пишется, раз Всевышний уделял этому разделу, то уровень 5 глав он нам посвятил этому разделу. И это означает, что если мы сейчас хорошо изучаем законы построения храма переносного, то это все равно, что мы его строим. Нам засчитывается вот такое вот изучение. Как будто мы строим храм, кто это изучает хорошо. А те действия, которые в храме происходят, засчитываются, как будто мы это все делаем. И у нас это большие заслуги. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум, Владир бен Григорий, Лев бен Шмуэль, Хая Малка бот Йосиф, Мира бот Аврагам, Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, За здоровье Светлана бот Клара, Анна бот Ривка, Полина первая бот Соня Сура, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Моисей бен Ева, Инесса бот Маэль, Двойра бот Мирьям, Ирина бот Двойра, Ицхак Шимон бен Бейла Моттл, Фира бот Анна, За хороший шедух Арон Ариен бен Двойра и Денис бен Нахум. Всем всего самого наилучшего, до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok